Всем привет! Днепр на связи. Вечер, 20.15. Ну и что у нас по обстановке? К сожалению, таки прилет в области Михайловская громада, Синельниковский район. Указали на то, что был прилет ракеты, люди не пострадали. Без подробностей особых. Также в течение дня были обстрелы Никополя и Никопольского района. Плюс работа ПВО на юге, Херсонская, Николаевская область. По официальной информации было сбито три ракеты Х-59 и два ударных беспилотника Ланцет. Хотя в это же время сообщали, что в Херсоне был сильный и мощный взрыв. Не знаю, какие там подробности. То ли я не увидел об этом информации, то ли подробностей не давали. Ну а так, друзья, что в информационном пространстве? Видел сейчас статью. Гур наш предупреждает. Наша разведка предупреждает о том, что Россия заказала операцию по подрыву авторитета нашего министра обороны Рустама Умерова. Хотят его дискредитировать. Указывают на то, что кампания заключается в следующем интернете. В различных новостных ресурсах будет информация о том, что Украина с легкой подачей Рустама Умерова, благодаря его связям в арабских странах, продает оружие. Использует зерновой коридор для передачи этого самого оружия. Кстати, подобный материал я уже видел. Где-то писали, что с Одессы в Израиль, по-моему, куда-то что-то поплыло. Корабли с зерном. Ну, вроде там не зерно, а какие-то снаряды, которые по приказу США Украина должна передать Израилю. Бар работает, кто переживал. Все нормально. Очередь. Там вон толпа такая. И внутри сидят. На барной стойке тушуются. Ну, в общем, черный пиар в сторону Умерова будут проводить в информационном поле. Какие-то связи еще с криминалитетом ему приписывают. В общем, огласите весь список, пожалуйста. И помедленнее мы записываем. Ну и, конечно, кринж дня. Эта ситуация с Киевским, по-моему, в Киеве эта ситуация произошла. Таксист. Вот не помню город, но, по-моему, Киев. Таксист службы Болт приехал по заказу его автомобиля для организации перевозки. Две девушки, какие-то ведра, деревья они там... Ну, ведра это, видно, кашпо для этих деревьев. В общем, сели они. Но в чем проблема? Девушки говорят на украинском, а молодой человек на русском. Девушки его попросили... Нет, начала этой ситуации. Но, судя по тому разговору, в каком тоне девушки потом разговаривают, видно, что, может, как-то что-то там было, чего мы не видели. Но попросили таксиста говорить на украинском. То есть, обслуживать их на украинском. По факту, ну, государственная структура, когда вы приходите, они должны обслужить вас на украинском. Только на украинском, не дай бог на русском. Тюрьма. Здесь же, опять же, частная компания, Болт, не государственная. Требовать от водителя обслуживать на украинском языке. Причем, что в таксист входит в услугу. Посадить вас и уехать. По сути, даже таксисты... Вот я сколько ездил, сейчас можно поставить галочку. Молчаливый водитель. Вообще, чтобы не разговаривать. Максимум, что таксист спрашивает, это адрес. Туда-то, мало ли, может, ошиблюсь с такси, да, повезу не туда, куда надо. Адрес спросил, человек поехал. Все. Дальше общение с таксистом, оно ограничено. Есть болтливые, конечно, таксисты, которые говорят, да, это у меня два бизнеса и дом в Испании. Это я для души, вот, колесю. Для этого вот галочка молчаливый. Что требовать от таксиста? Обслужите меня на украинском. Таксист отказался. Ситуация приросла в конфликт. Водитель не выдержал. Девушек начал высаживать. Выставили их вещи на тротуар. Ну, в принципе, и все. Девушки его снимали долго. Они говорят, мы потребуем, мы вообще, вы нас обслуговали на украинском мове. Он отказался. Они опять, что, муни, я в своей Украине, хочу, чтобы она обслуговала на украинский. Водитель сказал, что они какие-то больные. За что они ухватились. Начали кричать, вы сказали, что мы хвори, хвора. Ну, такое. Покричали и хватит. Все, ситуация вроде обычная. Бывает. Но, видео распространилось. Ним заинтересовались различные службы. Служба Болт заблокировала аккаунт водителя. Больше у них работать не сможет никогда. Там, в полицию девушки, так понял, написали заявление. В поддержку водителя вступился Юрий Бойко. Я думаю, все его знают. Кстати, носит звание Герой Украины, между прочим. Вступился он, сказал, назвал девушек языковым талибаном. Атака талибана языкового. Сказал, что нельзя людей ущемлять по языковому принципу. Это неправильно. Сказал, что молодому человеку стоит связаться с ним. Для того, чтобы он ему помог. Сказал, что лично и деньгами поможет. И, мало того, устроит на работу. Своих нужно поддерживать. Сказал так. И не позволит, чтобы кого-либо по языковому вопросу ущемляли. Арестович также написал, что поддерживаю молодого человека. Свяжитесь со мной. Я вам подкину денег, пока вы сидите без работы. Ну и вроде как у парня даже неплохо жизнь наладилась. Но ему вручили повестку. Я так понимаю, что заинтересовалась полиция. ТЦК. Оказалось, молодой человек уже год уклоняется от воинской службы. Вскрывается от ТЦК. Парню дали повестку. Даже где-то написали, как шутку, что уже парню не нужна помощь Бойко и Арестовича. И деньги не нужны. Уже сам заработает. Уже с повесткой. Ну вот так. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Честно, лично я абсолютно на стороне водителя. Потому что частная компания. Этого всего можно было легко избежать. Девушке видно, что конфликтное. Им захотелось вот так раздуть. Ну, когда говорят державную мову. Мне делали замечание пару раз. Чему на державную? Еще что-то. Ну, а вы расскажите, чему на державную пацанам, которые сейчас в окопах. Под дождем, в холоде. Под грязью. Но разговаривают на русском языке. Или вы и военным скажете. Ну, вы, блин, дураки. Чему на державную? Ну, блин, вы патриоты. Типа диванные. Нельзя себя так вести. Задумайтесь, люди, над своим поведением. Ну, или приедьте к нам в город. Русскоязычный город Днепр. Спросите у жителей, чему на державную. Ну, это личное дело каждого. Хоть английский. Хоть французский. Хоть испанский. Неужели в 21 веке вы кого-то клеймите, пытаетесь защемить за счет языка? Идите в ГОС. Да, в державную структуру. И там вас обязательно должны будут обслужить. Державную мову. Ну, требовать отчастника что-либо. Понятно, сфера услуг и так далее. Ну, легко можно избежать всех этих проблем. Видимо, у девушек на самом деле проблем нет. И они решили таким образом поразвлекаться. Где-то пропиариться, показать свой патриотизм. Ну, мне стыдно, честно. Вот стыдно за девушек, которые себя так ведут. Ну, это такое мое личное мнение. Кто-то может с ним согласиться, кто-то нет. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. В общем, на данный момент, друзья, у нас порядок. Будем надеяться, так и будет. Сейчас купим водички. Если вдруг чего, будем оперативно выходить на связь. В общем, всем добра, бобра. И всего самого лучшего. Берегите себя.